Приступить всем! Почти! Военная форма не школьная. Коварные пуговицы солдатской гимнастерки одних замедлили, других вообще вывели с дистанции. Так что победу в соревновании на скоростное одевание, как и положено, уступили единственной девочке. Это очень было сложно. Сначала я штаны неправильно оделась. Приступили заново их одевать. А с кофтой были сложности этим и этим. Начальная военная подготовка для начальных классов – игровая. Викторина на военные темы и строевая подготовка, не покидая зрительского места. Нарево! Кругом! Для ребят постарше – урок мужества. В школе ДСААФ рассказывают о местных ветеранах Чечни и Афганистана. Чтобы помнили мы и наши дальнейшие дети. Потому что мне кажется, что мы последнее поколение, которое видит, допустим, даже те же экспонаты, видит ветеранов. Я думаю, что мои дети уже не увидят ветеранов. Для наглядности уроков шесть лет назад в школе ДСААФ открыт музей боевой славы. Среди привычных военных артефактов есть и свои уникальные экспонаты. Это портреты, нарисованные в Чечне в 2002 году прапорщиком Мироновым. Экскурсия по музею – часть патриотического месячника. И впечатления от нее, бывает, направляют на будущую профессию. После уроков таких вот проводимых, как школа мужества подходит ко мне, это в частности, будем говорить так, выпускники уже школ, это 11 класса, о том, как и куда лучше поступить им в какие учебные заведения. Именно в военные институты. С января по февраль школьники Гукова каждый год ходят на выставки, участвуют в спортивных соревнованиях, готовят творческие номера. И все на военно-патриотическую тему. В рамках месячника у нас запланировано более 50 городских мероприятий. Уже прошли различные возложения, митинги, фестиваль военно-патриотической песни «Виват Россия», который проводится в рамках областного фестиваля «Гвоздики Отечества». В патриотическом месячнике участвуют около 10 тысяч школьников. Анастасия Кованцева, Сергей Вишняков, Дон-24, Гуково.